Алена, еще одно внезапное воспоминание лета. Ты никогда не задумывалась, почему пушинки одуванчика? Они ведь такие маленькие, легкие, а летают так далеко. Ой, я их просто сдуваю, наполняю с детской радостью, и размышления растворяются в счастье. Да, я тебя понимаю, но есть те, у кого хватает силы воли изучить и эти процессы. Оказывается, во всем виноват папус. И тут речь не о фиксиках. Да чего я вас путаю? Давайте вместе узнаем. Летающие семена одуванчиков испокон веков раздражают фермеров и садовников. Но эти назойливые парашютики помогли ученым открыть неизвестный вид механизма полета. Семена одуванчиков перемещаются по воздуху благодаря папусу – множеству тончайших волосков. Но специалисты не могли понять, почему семя способны перемещаться на большие расстояния и летать даже при слабом ветре. Они решили провести исследование в вертикальной аэродинамической трубе. Мы использовали технологию диагностики газообразной среды. Мы пропускали дым сквозь семя одуванчика и с помощью лазерного луча освещали частички дыма. Поэтому смогли увидеть воздух, проходящий сквозь семя, и разглядели особое вихревое кольцо. Этот турбулентный вихрь появляется, когда воздушные потоки обтекают папус с внешнего края. Многочисленные волоски создают почти такой же эффект, как купол парашюта. Но в отличие от него пропускают потоки воздуха. Под папусом возникает область более высокого давления, чем над ним. А вихревое кольцо словно засасывает воздух и подпитывается им. Благодаря этому увеличивается подъемная сила, и семечка может пролететь на большие расстояния. Существует множество биологических механизмов с подобным строением щетинок. Мы думаем, что они позволяют перемещаться сложным и уникальным способом в воздухе и воде. Подобные вихревые кольца образуют и над крыльями насекомых. Но они тут же срываются и уносятся. А затем образуются новые вихревые кольца. Поэтому механизм полета семечки одуванчика уникальный. Меня все больше интересует, как летать, используя турбулентные вихри, вместо того, чтобы избегать их, как это происходит при традиционных полетах. Ученые говорят, благодаря пропускающему воздушные потоки папусу создается подъемная сила в четыре раза больше, чем если бы у семени был сплошной купол. Это открытие, возможно, позволит создать новые, более эффективные парашюты. Оно тоже будет полезно при разработке миниатюрных дронов. Продолжение следует... Продолжение следует...